Время признаний Умрите! 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 Ребята! Учитель Кора? У вас столько лицо! Я сделал клона. Мне не хватает места из-за жестоких атак Каяну. Я могу оставлять лишь после образа лица. Удивительно, что вообще можете. Мы должны как можно скорее вытащить из неё щупальца. Они выделяют огромное пламя из-за того, что она не думает о собственной жизни. Если бездействовать, щупальца высосут из неё жизнь, и она умрёт. Однако, пока её жажда крови подпитана щупальцами, их невозможно будет отсоединить от нервов. У нас нет времени убеждать её, как это было сытаной. Тогда что нам делать? Есть один способ. Я вытащу их во время боя. Я позволю ей ударить в мою слабую точку. Прямо под галстуком, в моё сердце. Если оно будет полностью уничтожено, я умру. Если убедить её, что она убила меня, щупальца потеряют свой пыл на мгновение. В этот момент один из вас должен заставить Каяна забыть о своей жажде крови. Забыть? Как? Придумайте что-нибудь. Что-то, что отвлечёт её от мысли об убийстве. Этого я не могу сделать. Если вы сможете умерить её пыл, связь с щупальцами на мгновение пропадёт. И я смогу вынуть их с минимальным риском. О чём он вообще думает? Чтобы кто-нибудь из ребят бросился под огонь и отвлёк Каэде? Он хочет, чтобы они как-то обманули её? Некадамаси? Нет. Если её волны настолько расстроены, один хлопок не сможет оглушить её в идеальный момент. Ножи, пистолеты. Всё это только ранит её. Есть ли что-нибудь ещё? Мы освоили множество навыков в классе. Выучили всё, что нужно для успешного убийства. Минутку. Есть один убийственный приём. Умрите! 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 Попала! Я поклялся твоей сестре, что я никогда не упущу вас. Нагиса! 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 Я не позволю сказать тебе, что это всё было лишь игрой. Наши воспоминания вместе. То веселье, которое мы все испытывали. Я не позволю говорить тебе, что ты думала. Лишь о мести. Учитель Кора, так сойдёт? Ты справился на отлично, Нагиса! Значит, теперь с Каяном всё будет хорошо? Да, скорее всего. А пока что ей нужен полный покой. Эй, принц! Усыпил принцессу своим поцелуем, значит? Я подумал, что это хороший способ заставить её забыть о мести. Я потом извинюсь перед ней. Пятнадцать ударов за десятисекундный поцелуй? Тебе ещё расти и расти. Ударов? Я учила вас напористым и гибким французским поцелуем. Ты мог бы сделать сорок без проблем. Я могу достичь только двадцати пяти. Как же я ненавижу это. Мой максимум двадцать. Я... Каяно, слава богу. Каяно, ты в порядке? Да. Каяно. Сначала это была чистая жажда крови. Но... Чем больше я проводила времени с учителем Кора, тем больше я теряла уверенности в своём плане. Что, если у него были обстоятельства, о которых я не знала? Должна ли я узнать его историю, прежде чем убить? Однако в щупальцах накопилось жажда крови, и они выползли. Они не позволили мне остановиться. Как же глупо. Все так радовались своим убийством. А я тратила целый год на идиотскую месть. Каяно. Когда ты сделала мне эту прическу, я перестал волноваться из-за своих длинных волос. И как ты и говорила, всем понравилось имя, что ты дала учителю Коро. Неважно, чего ты хотела добиться, ты смогла подружиться со всеми нами. Как бы ты ни страдала в одиночку, мы не скажем, что это всего лишь игра. Мы помним те дни, когда мы улыбались вместе. Учитель Коро обещал рассказать всё, когда мы соберёмся вместе. Он не святой. Мы знаем, что он не всегда поступает правильно. Но давай выслушаем его вместе. Да. Спасибо. Я могу больше не притворяться.